Дорожный знак Попробовали вкусно. Технический вуз представил новые уникальные напитки, разработанные учеными. Итак, краевые следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия с девочкой, которая в Барнауле обварила ногу в луже с кипятком. По предварительной версии, коммунальщики выполнили свои обязанности ненадлежащим образом. Иными словами, оставили открытой яму, из которой валил пар. В итоге 9-летний ребенок все еще находится в реанимации. Третий день в реанимации находится 9-летняя жительница Барнаула после того, как провалилась ногой в яму. Подруга догадалась опустить пораженную конечность в снег и довольно долго привлекала внимание прохожих, чтобы вызвать скорую. Состояние ребенка тяжелое, но стабильное, заверяют врачи. И говорят, что, скорее всего, ампутации не будет. Сегодня была первая перевязка после поступления. Раны похоже, что будут глубокие. Но не все. Там процента 5. Будет глубокие раны. И, скорее всего, понадобится пересадка кожи. Сказать наверняка медики смогут примерно через неделю, когда организм ребенка окрепнет. А пока семьи девочки обещают помочь и СГК, и власти города. Ну, 3 тысячи соцзащита городская или какая там она. Вчера позвонили, говорят, ну, вы пакет документов соберите. Ну, 3 тысячи мы можем дать. Вот, ну, по крайней мере, все, что они сказали. Женщина призналась, что в СГК ей просили озвучить сумму ущерба. Но мама ребенка этого сделать не смогла. Все, о чем она сейчас думает, как бы поскорее увидеть дочь. А тем временем обвинение следствия звучит как тяжкий вред по неосторожности. По данным следствия, сотрудники акционерного общества Барнаульская теплосетевая компания своевременно не предприняли надлежащих мер по обнаружению разрушения трубопровода тепловой сети в районе дома, расположенного по улице Маяковской в городе Барнауль, и ограждению аварийного участка. Кстати, жители улицы Маяковской уверяют, что яма, из которой валил густой пар, стояла открытой несколько дней до момента, пока туда не провалился ребенок. Анастасия Бертенева, Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Ну, а между тем, в Барнауле будут судить мужчину, по вине которой погиб шестилетний мальчик. Напомним, семейная трагедия произошла в июне этого года. Мужчина выполнял монтаж электропроводки в частном доме. К слову, на это у него не было полномочий. В итоге ребенка, играющего во дворе, ударило током. Горе электромонтер полностью признал свою вину. Алтайские следователи завершили расследование по факту причинения смерти по неосторожности. Дело передано в суд. Сегодня представители медицинских профсоюзов КРЭП проголосовали за увеличение окладной части зарплат. Ранее об этом заявлял министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Это значит, что заработок врачей будет меньше зависеть от стимулирующих выплат. Начислять по новым правилам начнут с января. А принесет ли медикам этот факт финансовое или все же моральное удовлетворение, узнавала Анастасия Дороган. Оклад увеличат, но зарплата не увеличится. Так в медицинской сфере региона отреагировали на пересмотр структуры их заработка. Но в целом идею увеличения базовой ставки поддержали. Мы намерены твердо отстаивать основной постулат. Минимальный базовый оклад не ниже мрот, а может быть даже не ниже двух мрот. С января оклад медиков будет составлять не треть, а почти половину зарплаты. Меньше станет зависимость от стимулирующих выплат, например, норматива приема пациентов. Так, пока у офтальмологов Тогуля показатель 32 пациента в день. А как замотивировать врача, чтобы он принимал такой объем людей? Ну хотя, честно, вот субъективно этот объем людей завышен. У нас получается человеческий конвейер, по сути. То есть у нас один ушел, второй зашел. Они радуются, что окладная часть увеличится. Значит, если премии выплачивать, премии тоже будут увеличиваться. Стимулирующие будут. Зарплата увеличится. Но на самом деле, я вот думаю так, что заработная плата не увеличится. Сотрудники медицинской сферы уверены, что зарплата останется на уровне прежней за счет уменьшения стимулирующих выплат. Но, несомненно, рады, что структуру зарплат рассматривают и надеются, что это лишь начало процесса. Медики считают, что нужно в корне изменить сам подход. Что санитарка, что медсестра, что врач с начальной категории получает практически одно и то же. У санитарок иногда даже теперь с заработной платой доходит больше. Все, кроме одного, сегодня проголосовали в поддержку решения. Это первый шаг нового министра к тому, чтобы заработок медиков в регионе стал стабильным. Дополнительные деньги на увеличение окладной части уже в январе направят из фонда медстрахования. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжим. Иногда они возвращаются. Бывший заместитель губернатора края Андрей Щукин займет кресло заместителя временно исполняющего обязанности министра юстиции края. О назначении будет объявлено сегодня. Правда, на какую должность неизвестно. Так прокомментировал утром новое назначение сам Андрей Щукин, нашим коллегам из издательства Толк Ньюз. По информации портала, Щукин будет заниматься материально-технической сферой управления юстицией. Помимо этого, стало известно, что кандидатуру бывшего вице-премьера правительства региона рассматривали на должность заместителя министра по курированию мировых судей. Но согласование он не прошел. Ранее в целом ряде СМИ сообщалось, что Андрей Щукин может возглавить краевой ЗАГС или стать начальником Алтайского отделения Почты России. Тогда эти слухи не подтвердились. Подъехал, а встать-то некуда. То, что стоянка строго для инвалидов, барнаульских водителей давно не смущает. А вот для самих людей с ограниченными возможностями проблема-то большая. У торговых центров и медицинских учреждений бывает негде припарковаться, поэтому они обратились в городскую ГИБДД с просьбой усилить контроль за нарушителями. Что толкает людей нарушать закон, узнавала Валентина Аскерова. Наш корреспондент отправилась в рейд вместе с сотрудниками социальной службы и автоинспекторами. Вот он, всем известный знак. Барнаульцы без зазрения совести паркуют свои авто на вакантных местах. Как известно, места для инвалидов отличаются повышенной комфортностью. Находятся в непосредственной близости ко входу в тот же торговый центр. Но для автовладельцев важно не это. Говорят, парковаться под запрещающим знаком просто вынуждены. Потому что мест нет у других, никаких. Я бы еще понял, ладно бы, это была бы больница какая-то с инвалидами. В налоговую-то что тут делать? В налоговую не ходят инвалиды? Да, они так же частные предприниматели. Кто-то где-то работает бухгалтером, они едут, а как? Ходят, ходят. Не обязательно всю парковку инвалидными местами заниматься. Вот здесь 5-6 мест всего. Возле налоговой инспекции вопрос, где припарковаться, действительно стоит остро. А вот популярный торговый центр, где мест ходят в Бавляй, но люди все равно нарушают правила. Общественники связывают это с низкой культурой горожан. Была информация по другому региону. Вы знаете, там вот если автомобиль остановился на этой стоянке, любой прохожий подходит к водителю и говорит, вы видите, здесь должна быть парковка для инвалидов. Поэтому я думаю, здесь еще сознание наших жителей. Но каким бы ни было сознание наших горожан, закон есть закон, и в нем четко прописано. Припарковался под запрещающими табличками «Неси ответственность». По статье 12.19.2 грозит наказание водителям за остановку на месте для инвалидов, штраф 5 тысяч и эвакуация транспортного средства на спецстоянку. А штрафстоянка плюс еще несколько тысяч. Но для водителей дорогих авто это, видимо, не деньги. Может, тогда у них найдутся средства и на стационар? Ведь, как гласит народная мудрость, забрал мое место, забери мои болезни. Валентина Скирова, Александр Антропов. Наши новости. Банда гаражных воров задержана в Барнауле. На ее счету серия преступлений. Злоумышленники орудовали в краевой столице с мая по ноябрь. За это время в полицию от горожан поступило несколько заявлений. Пострадавшие в разное время суток обнаружили свои гаражные боксы взломанными. Пропадали колеса, электроинструменты и другое имущество. По данным управления МВД России по Барнаулу, подозреваемые выбирали гаражи, которые несложно открыть или взломать. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-соскогного отдела уголовного розыска МВД России по городу Барнаулу данные граждане были установлены и задержаны. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как выяснилось, злоумышленники действовали сообща. Похищенное имущество до момента сбыта хранили в отдельном помещении. Кстати, ранее гаражные воры были судимы. Всего они совершили 6 краж и теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. Новые напитки из натуральных компонентов, изготовленные по уникальным технологиям, дали сегодня попробовать журналистам ученые технического вуза. В ближайшее время напитки планируют продвигать на российский рынок. Вместе со всеми оценил вкус новинок Илья Кочетков. Лабораторные колбы, нарезанная тыква и слабоалкогольные жидкости. Меньше всего ожидаешь увидеть все это в стенах вуза под названием «Технический». Но мы на кафедре технологии бродильных производств и виноделия, где даже у пены научное назначение. Смотрите, здесь в образце контроля у нас идет без добавления радиолы розовой и здесь в двух образцах с добавлением радиолы розовой. Здесь идет больше пенообразования. Это происходит за счет нашего экстракта, который мы добавляем, который вносит дополнительные микробиологические вещества, которые улучшают пенообразование и вкус напитка. Шесть новых продуктов разработали в этом году ученые и студенты вуза. Некоторые еще в процессе доработки, другие готовы к производству и запатентованы. К примеру, эти два пенных слабоалкогольных напитка. Работники кафедры говорят, им важно не просто придумать очередную разновидность популярного продукта, но максимально наделить его полезными свойствами. Мы в данном случае часть зерновых культур заменяем овощными культурами, которые более полезны, которые обеспечены как витаминами, так и сахарами, которые легче усваиваются организмом человека и более полезны. К примеру, хмельную горечь здесь заменил можжевельник. Другой вид напитка содержит пантокрин, стимулирующий, как уверяют разработчики, выработку полезных для мужчин гормонов. Также в меню вино из местного алтайского винограда, армейские сухарики, кисели, мармелад. У каждого своя изюминка, так или иначе связанная со здоровым образом жизни. В ближайших планах представлять продукты на российских выставках, в расчете на то, что производители заинтересуются алтайскими вкусностями. Ведь пока больше востребованы чисто технические разработки политеховцев, которые активно используются, к примеру, в металлургии, строительстве и военной сфере. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости. Мы любим музыку. Именно с таким слоганом на чистоте 91,5 FM в Барнауле теперь звучит новая радиостанция. Love Radio – это самые горячие новости, актуальный гороскоп, развлекательные программы с ценными призами. Но все же главное – это музыка. Доброго вечера любимому городу. Хочется передать привет своей ненаглядной подруге Оксане Назаровой. И сказать ей, чтобы она сегодня не засиживалась допоздна на работе. И это передал Станислав. Говорит Love Radio. Признаться в теплых чувствах или просто передать привет – теперь нет ничего проще. Ведущая озвучит сообщения из соцсетей, которые тут же разлетятся по всем радиоприемникам города. Специально для этого на волнах 91,5 запущена одна из самых рейтинговых программ. С 4 до 5 у нас выходит крутая программа, которая называется Big Love Message. Здесь приветы, признания, крутая музыка, которую могут заказать наши радиослушатели. Это лишь малая часть того, чем готовы удивлять слушателей Love Radio. Love Radio стала 29-й радиостанцией в составе медиагруппы FM Production. Вообще в стране эта радиостанция очень популярна. Она в эфире уже 17 лет и входит в топ-10 музыкальных радиостанций страны. Мы, конечно, очень рады, что теперь она звучит и в Барнауле на частоте 91,5 FM. На этой частоте отдельное внимание уделяют, конечно же, музыке. Здесь всегда звучат тонны самых топовых композиций дня сегодняшнего и главные хиты последних десятилетий. Заодно можно выиграть ценный приз. Вы молодцы, вы просто сделали наш Love Battle, поэтому вот этот сертификат от Love Radio на романтический уровень двоих. Вам любви, счастья и любви к музыке. И любви друг другу. Держите. Спасибо. На этом, обещают здесь, сюрпризы не заканчиваются. Ведь все, что сделано на Love Radio, это значит сделано с любовью. Новогоднее настроение растет с каждым днем, поэтому больше улыбайся и слушай музыку, которую любишь ты. Здесь, на Love Radio, заглядывай к нам в гости в Big Love Message с 4 до 5. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Компания «Жилищная инициатива» предлагает комплексную застройку и развитую инфраструктуру в своих кварталах. Так, в новом микрорайоне «Лазурный-2» скоро появится детский сад на 330 мест. За свою историю компания уже построила несколько детских садов и школ. Школа в шаговой доступности от дома – мечта многих детей и родителей. В прошлом году в квартале «Дружной инициативы» открылось новое учебное учреждение на 550 мест. Совсем рядом бассейн и детский сад. В здании – просторные спортивные музыкальные залы, безопасные игровые комнаты. Такой же современный детский сад на 330 мест «Жилищная инициатива» построят в 2019 году в квартале «Лазурный-2». Осенью здесь начались строительные работы. По плану дети будут посещать мультипликационную студию, кабинеты изобразительного искусства, логопеда, психолога. Также для жителей микрорайона «Лазурный-2» предусмотрена новая школа. Ее строительство начнется уже в следующем году. Строить не только дома, но и объекты инфраструктуры – одно из правил компании «Жилищная инициатива». Обилие магазинов, торговых центров, развлекательных центров, шаговая доступность практически. Детский сад, школа, я считаю, что для проживания – это очень удачное место. Рядом лыжная база, лес, можно пройти прогуляться. Все для наших жильцов. Квартал «Лазурный-2» – это 5000 жильцов, которые ценят комфорт и свое время. Благодаря круглосуточной охране и видеонаблюдению в любое время суток, микрорайон – это еще и территория безопасности. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Валар». Не высыпаетесь? Формула сна, усиленная фитомелатонином, для быстрого засыпания. Формула сна усиленная, помогает выспаться за короткое время. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края снег. В Бийске и Заринске – минус 6, в Рубцовске – 13, ниже 0, в Белокурихе – 12. В Барнауле тоже обещают снег. Ветер юго-западный слабый. Ночью до 7 мороза, днем около 0. Вот такая зима нам нравится. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире.